Так что, папаша, позволь от имени созданных тобою образов, а точнее образин, сказать тебе, не волнуйся, в голову не бери, все твои отрицательные персонажи живы и здоровы. Дорогой Аркадий Садович, я часто вспоминаю тот вечер, когда в театре эстрады праздновали ваши 75-летние. На дворе стоял 1986-й. Еще никем не опознанный объект под названием Перестройка только завис над нашей страной. И люди гадали, что будет. Поглядит мимо или на этот раз уже пришибет окончательно. Еще Михаил Сергеевич с бешеным успехом исполнял на весь мир свои убойные монологии и скетчи, соединяя их с пантомимой. Еще тогда этот новый синтетический жанр сильно действовал на зрителей и особенно на нашу нервную, впечатлительную и потому прогрессивную интеллигенцию. Она сразу решила, так жить нельзя. И стала изо всех сил приближать то новое, свободное время, когда жить будет можно. С тех пор прошло 10 лет. Что вам сказать, Аркадий Александрович? В принципе, жить можно. В нашей новой конституции так и записано. Жить можно. К сожалению, не уточняется, кому именно. Люди уже ничему не верят. Даже сигналам точного времени. Их обманывают на каждом шагу. Я бы, будь моя воля, Аркадий Александрович, нещадно карал за вранье. Особенно те, кто в руководстве. Я бы их за вранье приговаривал к высшей мере наказания на Руси. Я бы тому, кто врет, не давал взяток. Ученые в растерянности. Они точно знали, что в феодальном обществе лучше всех жили феодалы. В капиталистическом капиталисты. При развитом социализме лучше всех жили недоразвитые коммунисты. А если сегодня лучше всех живут проститутки, то как называется наше общество? Пенсионеры стоят в магазинах, глазеют на прилавке и никак не могут понять, что это. Цены или номера телефона. Цены растут, как чужие дети. Ты думаешь, он еще в яслях, а он уже давно в тюрьме. Правда, есть и позитивные перемены. Разрешены забастовки. Например, сегодня опять не вышли на работу шахтера Кузбасса. Правда, на этот раз по другой причине. Вчера им, наконец, выплатили зарплату за 4 месяца. В России теперь многопартийная система. К уже имеющимся партиям скоро добавятся еще три. Партия любителей привилегий. Партия экономического беспредела. И самая численная партия мошенники России. Имеются три власти. Правда, мы слишком привержены изжившим себя мудростью. Например, сила есть, ума не надо. Все так и говорят, нам нужна сильная президентская власть. Нам нужна сильная исполнительная власть. Нам нужна сильная законодательная власть. Почему-то никто не говорит, нам нужна умная власть. Как бы то ни было, власть у нас сегодня легитимная. А оппозиция легальная. И они вот-вот-вот уже придут к консенсусу. Потому что сегодня, Аркадьевич Сякович, у них только одно небольшое расхождение. По аграрному вопросу. Первые хотят, чтобы в земле лежали вторые. И наоборот. Знаете, Аркадий Сякович, иногда, прочитав перед сном, какой-нибудь московский комсомолец, или посмотрев на ночь сводку новостей по телевизору, я засыпаю в холодном поту и во сне вижу ваших отрицательных персонажей. Тунеядцев, взяточников, хамов, жуликов, бюрократов, хапук. Так мне становится тепло, уютно и, главное, безопасно. В греческом зале. В греческом зале. Боже мой. Где ты, алкаш-романтик? Закрусывающий бычками в томате. В музее, который тогда отапливался. Где несуверенный узбек, тихо мечтавший, чтобы при коммунизме все же остался хоть какой-нибудь дефицит. Где дурак-начальник, мирно спавший на своем рабочем столе. Зачем его разбудили? И, наконец, сугубо личный вопрос. Аркадий Александрович, могли ли вы представить, что вам какой-нибудь известный кинорежиссер, не партийный чиновник, а именно кинорежиссер, бросит в лицо, не должны люди некоренной национальности играть в людей коренной национальности. А сегодня, пожалуйста, сегодня многие делят население России на русских и русскоязычных, хотя правильно было бы делить на русскоязычных и косноязычных. Жаль, Аркадий Александрович, что вас нет сегодня с нами. Кого мы видим, кого мы лицезреем. Помните, Аркадий Александрович, на улицах висели такие стенды, их разыскивает милиция. Так вот, оказывается, их разыскивали для того, чтобы сделать хозяевами новой жизни. Жаль, что вам не выпало счастье видеть и лицезреть эти новые, мягко говоря, мордуленцы, грубо выражаясь, мордовороты. И особенно видите лицезреть их в полумраке зрительного зала, когда, лежа в первых рядах, они откупоривают шампанское и пробками стреляют на сцену, а после чего весело беседуют друг с другом по своим сотовым телефонам. Знаете, Аркадий Александрович, кем я себя чувствую в такие минуты? Пятидесятилетним награжденным государственной премией и орденом дружбы народным официантом Российской Федерации. Бог с ними, с этими первыми рядами. Разве для них мы работаем? Разве их лица и глаза всегда искали и ищем сейчас в зрительном зале? Я помню, как однажды в антракте спектакля «Мир дома твоему» вы пришли в свою гримоборную, без сил опустились в пресло и тихо-тихо сказали «На что я потратил свою жизнь? А через 20 минут легкий, азартный, седой мальчишка с улыбкой снова бежали на сцену и потом, после спектакля, недолго объясняли, что иной судьбы актеру не дано, что пока не остановилось сердце подниматься и с улыбкой бежать к тем, кто так ничего в жизни и не дождавшись почему-то все еще ждет твоего вроде бы уже гроша ломаного не стоящего слова. в общем, как говорили древние живусы айнонцванцы ферунцитцы, что в переводе означает жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, как это сделали вы. светлого и главного памяти. АПЛОДИСМЕНТЫ